Рождество Благословение, потому что в очень многих нациях нет такой свободы, ведь мы выступали на городской площади, чествуя Иисуса в Рождество. Мы делаем это ради братьев, и Господь Бог благословил нас. Возлюбленные, братья и сестры, этим утром вы получили конспект с кратким содержанием проповеди и перечнем библейских стихов для изучения. Часть вас пришла, Жудеи. Мини-проповедь. Аминь. Сейчас Рождество, я прощаю вас. Давайте же перейдем к тому, что я обещал. Друзья, это просто прекрасное время года. Мы делаем цикл Адвента, состоящий из четырех воскресений, предваряющих Рождество, которое отмечается Церковью на протяжении столицы. К каждому из четырех воскресений посвящена тема, и нынешний цикл Адвента посвящен щедрости Бога. В это утро мы поговорим на тему «Виновник торжества». Неплохо, правда? Мы знаем и много раз слышали историю Рождества, от симпатичного мультика о Чарли Брауне и до прекрасных гимнов. Есть многое другое, но суть Рождества — это сам Господь, Иисус Христос. Христиан коробит обмерщивление Рождества, красноносые грузные деды и олени с побрякушками, шоппинг, но я не думаю об этом. Все сие я ассоциирую с сутью Рождества, с прибытием Иисуса, не знающие Его празднуют Рождество по-мирски, а наша задача — принести им радостную весть. Я радуюсь, что в США Рождество празднуют многообразно. Есть чудесная возможность почтить Иисуса. Теперь давайте в эти минуты погрузимся в Писание и узнаем, для чего Иисус Христос пришел к нам. Начнем с 3 главы Иоанна. Итак, самый известный стих Библии — это Иоанна 3,16. Контекст данного стиха — это диалог между Иисусом и Никодимом. Никодим — духовный вождь религиозного иудейского сообщества в Иерусалиме. Ночью лидер приходит к Иисусу поговорить, не желая делать это при свете солнца. Он уяснил, раввин Иисус уникален. Это чудотворец, целитель и прекрасно знает Господа Бога. Итак, Никодим приходит, чтобы узнать, как стать причастным к Божьему Царству. Я напечатал вам два стиха. Иоанна 3, стих 14. Это слова Иисуса. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Это суть Рождества. Это вечная жизнь. Итак, Господь Бог сотворил нас и дал нам Дух. Благодаря родителям у нас есть ДНК. И у нас есть тело, однако наше тело, этот недолговечный шалаш, однажды развалится. Годы идут и с каждым новым Рождеством. Мы замечаем, порой наше тело подводит нас, а Дух сотворен по образу Бога. Он вечен. Господь Иисус сказал, «Никодим, поверь меня, я — это вечная жизнь». Он не говорит о бесконечной жизни, потому что наш Дух вечен. Он толкует о качестве жизни во времени и в вечности. Это имеет отношение к нашему участию в Царстве Господа Бога. Что ж, Иисус сказал Никодиму, «Поверь мне, и ты войдешь в Царство Господа». Никодим поражен. Друзья, мы задействуем их диалог, чтобы извлечь более важный урок. Порой ко мне подходят и сетуют. Я читаю Старый Завет и вижу, это сборник мифов, как будто это нравоучительные метафоры, благодаря которым мы станем лучше. Иисус сказал, «Якобы Ветхий нельзя трактовать буквально, и там неточное описание исторических событий». Часть Церкви Бога говорит, ему нельзя верить на слово. Считаю, что Ветхий Завет не столь значительен, как Завет Новый. Эти ребята утверждают, новый договор важнее, посему Церкви не нужно принимать старый договор всерьез. Мы прочтем диалог, я цитировал два стиха из него. Иудейский лидер Никодим пришел к Иисусу, и Спаситель приводит сюжет из книги Чисел, рассказывая о цели прихода Мессии. Иисус дал понять, Ветхий Завет тоже важен. Он относился к нему как к точному изложению истории. Он ссылается на события из книги Чисел. Оно помогает понять цель пришествия нашего Мессии. Возлюбленные, подумайте о следующем. Если Сам Господь Иисус считал Ветхий Завет истинным, точным и значимым, то, наверное, и нам стоит считать, как Он. Разрешите прочесть предысторию, происшедшему. Мы возвращаемся к событиям, произошедшим за тысячу лет до Христа. Иисус, Спаситель, упомянул о медном змее, воздетом Моисеем в пустыне. Мне кажется, мы подзабыли об этом происшествии. Мы вернемся к сюжету из чисел. Он произошел за тысячу лет до встречи с Никодимом. Яхвы только что освободил еврейских рабов из неволи Египта. Их ведет пророк Моисей. И вот прошло несколько дней после победы на Красном море. Евреи идут в обещанную землю. Давайте-ка откроем. Книгу чисел. Адрес текста упомянут в конспекте. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дом. Народ малодушествовал, говоря против Бога и Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наше противило это негодная пища. Хм, оптимисты. Господь послал на народ ядовитых змеев, которые жалили, и умерло множество народа. И пришел народ Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Богу, чтобы удалил змеев». Читаем далее. «И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал медного змея и выставил на знамя, когда змей жалил человека, он, взглянув на змея, оставался жив. А вернемся к словам Иисуса из третьей главы Иоанна. Это ответ Никодиму. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот очень важный урок из истории народа Господа. Иисус Христос использовал события с целью помочь Никодиму понять, что Бог уготовил для него. Приготовьтесь, друзья, я процитирую отрывки из данных стихов, которые станут вашим подспорьем. Итак, вот суть Рождества. Верующий в меня не погибнет, но обретет жизнь вечную. Украшения, торжество, безмерное поедание, съедобность и скупка абсолютно всех товаров с магазинных прилавков — все это потрясающе. Но цель Рождества, смысл праздника, не в деликатесах и не в наших обычаях. Суть Рождества — это прихода Иисуса к нам. Цель прихода Иисуса — его грядущий искупительный труд. Благодаря его подвигу каждый может выбрать войти в Царство Небес. Церковь — это не здание. Суть церкви — это не архитектура здания и не динаминация. Церковь — это не время, проведенное на воскресной литургии. Церковь — это вселенское сообщество, люди разных языков, рас и племен, поверившие, что Иисус из Назарета — это Мессия. Они приняли Его как Господа и служат Ему как Царю. Слова Иисуса ясны. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Христос неповторим. Поэтому мы празднуем Рождество, и ни один из смертных не сравнится с Иисусом Христом. Только Христос — наш Искупитель. Он стал не просто родоначальником новой религии. Он не только хороший человек, пророк и целитель. Его рождение, смерть и воскресение — неповторимы. Иисус, Бог, пришел на землю, чтобы у нас с вами началась другая жизнь во времени и в вечности. Аминь. Церковь, в книге чисел, есть важный отрывок прочтению. В пятом стихе написано, «Ты вывел нас из Египта». Это свидетельство людей. Они не сами освободились и не подняли восстание. Евреи не перехитрили египтян. Не прятали оружие в тайниках и не выжидали подходящего момента для побега. Сыны Израиля уяснили, что всемогущий Бог, Создатель неба и земли, вывел их из Египта. Это важный принцип Писания. Ведь наши отношения с Богом определяются этим пониманием. Наш Бог освобождает. Это фундаментальное откровение о нашем союзе с Богом. Он помогает нам. И помни, ты нуждаешься в Его помощи. Бог не был впечатлен, когда избрал меня в Царство. Не думаю, что, когда каются людям, ангелы облегченно вздыхают. Теперь у нас хлопот по барец. Народ, мы здесь, потому что мы вполне осознаем нужду о Божьей помощи. И вот добрая весть. Господь помогает нам. В нашем сердце идет война. Война из-за смирения. Война из-за эгоизма. Маленький Аллен произносил эту фразу. Его нынешние современники-карапузы твердят ее. Когда детям дают возможность что-то сделать, они отвечают, «Я сделаю. Спасибо». Будь это работа постным тесаком, вождение авто или управление самолетом. «Я сделаю». Разумеется, с возрастом человек становится умнее, но в людях живет и здравствует желание делать все самостоятельно. Евреи признали, «Бог вывел нас из Египта». Покорность Богу — это альтернатива самости. Это суть всей истории, смысл о Рождестве. Мы смотрим на Творца и твердим, «Я сделаю». Или же мы смиряемся перед Ним. Я не подразумеваю наше обещание Господу Богу, а выбор образа жизни. Еще одна цитата внесет ясность. Священная Библия говорит, «В пути люди совсем потеряли терпение. Они потеряли терпение из-за похода». Церковь, если память не изменяет монету, евреи были в Египте 400 лет, и большую часть времени они были рабами. Евреи были рабами много-много лет и освободились за несколько дней. Нетерпение. Я что, не прав? Вспомните, когда вы путешествуете в Рождество, то у вас в голове постоянно крутится мысль, «Когда мы приедем?» Мы еще не выехали. Уже час прошел, а мы еще здесь. Быстрее. Стой же. Дай поесть. Дай мне попить. В пути люди потеряли терпение. Друзья мои, как чудно наше естество. Нам и пример не нужен. Смотри в зеркало. Цена Израиля, вы посчитали дорогу трудной. Не забывайте, Господь вел их через Негев, одно из самых мрачных мест. Творец свел их в столпе облачном и вогненном и обеспечивал водой в пустыне. Премудрый владыка Яхве давал сынам Израиля пищу там, где нет никакой растительности. Господь восполнял все нужды, но евреи предпочли безблагодатный путь, и они кое о чем забыли. Итак, сыновья Израилева забыли, пребывая в одиночестве, в своей самости, эгоизме и самоволии, они так и остались рабами. Творец инициировал их освобождение и наметил путь выхода, а нетерпеливый народ возраптал, посчитав, что Господь Бог затянул исход. Говоря о грехах евреев, я должен исследовать себя. Драгоценная церковь, посмотрите, Господь дал свободу им и нам, но Он дал ее не для самореализации. Обратите внимание, Господь дал свободу не для того, чтобы мы управляли жизнью. Божья сила была явлена нам через личность Иисуса. К тому же, свобода, пришедшая со спасением, наделила нас силой идти по пути Бога, предначертанному для нас. Если мы не желаем идти по стезе Творца, то нет резона просить о силе и свободе. Откровенно говоря, само правство Адама и Евы привело их к рабству греха. Дамы и господа, мы пытаемся оправдаться, пеняя на характер людей, на существование зла в мире, или же на недобрые отношения окружающих. Но виноваты мы. В Эдеме наше желание взять жизнь в свои руки и руководить ей без Господа, вергло нас в яму рабства греха. А вот еще цитата. Итак, это пятый стих. «Нет хлеба и нет воды, и душа наша противила эта негодная пища». Была еда, которая не противила. Стоит один раз выказать недовольство и неблагодарность, как мысли об этом растут, как снежный ком, растут в сердце и проявляются в эмоциях. Церковь, если мы выражаем неблагодарность и опыт, то эти порохи будут расти у нас. Если вы дадите место этим чувствам, то вы перестанете воспринимать истину. Нам обратила пища. Ну, конечно же, получать плеткой по спине от надсмотрущика лучше, чем есть манну с небес. Ты освобожден. Тебе дана свобода. И Библия говорит, что среди племен их не было болящего, потому что их хранил Господь Бог. Евреи вратили нос от еды. Подайте куриные ножки. Трудности, неудобства, дискомфорт и периоды испытаний это естественные события на христианском пути. Пожалуйста, не пренебрегайте испытаниями. Времена и сезоны жизни, когда неуютно, неудобно и неприятно, это обычное явление и самое плодотворное время в нашем следовании за Богом. Если вспомните о своем опыте, то вспомните о тех годах, когда вы обучались. Я сторонник образования. Учись прилежно, учись всегда. А знаете, я не был благодарен преподавателям за возможность учиться. Я испытывал неудобства, и это было неприятно мне. Учителя указывали, что мне делать, указывали, что читать, составляли программу заучивания прочитанного и нагло проверяли мои знания пройденного материала. Институт контролировал мое расписание, распоряжался выходными, отмечал мое присутствие в аудитории. Это неприятно и это неудобно. Но учеба — ценный дар. Теперь другая ситуация — родная. Я десятки раз видел приезд авто с роженицами, но сам не рожал. Как наблюдатель, я скажу так, это неприятно. Кажется, что маме немного неприятно от эпидуральной анестезии. После этого мамочка счастлива, конечно же. До родов женщине неудобно, неприятно. Я видел, как крохотные люди приходят в этот мир. Столько стресса. Но вот ребенок появляется на свет, и все улыбаются, все радуются. Это счастливый день. Это есть в любой сфере. Дисциплина важна. Однажды в жизни наступает момент, когда от нас требуют быть дисциплинированными. И это неприятно и неудобно. Дисциплина приносит благо. Однако жить усмиряя себя очень непросто. Евреи роптали. Нам не нравится еда. Эта пища противила нам. Если сейчас вы проходите через испытания, вам неприятно и некомфортно, то для вас есть наставление с Писания. Не жалуйтесь. И с Рождеством. Не ропщи. Кто-то мечтает о создании союза жалобщиков. Они бы роптали целыми сутками, и круглый год. Кажется, такой проект уже начат в интернете. «Остановитесь». А иначе... Не увидите истину. Последний на сегодня стих расположен в этой же главе. Это восьмой стих. «Взглянув на него, это обетование Божие». Посмотрите. Если человек посмотрит на змея на шесте, то сей муж останется жив. Когда церковь перестает жаловаться, быть неблагодарной и раскаивается, все изменяется. Взирание на змея было выражением смирения и выражением покаяния. Я уверен, что в стане евреев были и те израилитяне, которые, ужаленные змеями, в своем упрямстве отказывались смотреть на змея на шесте. Я уверен. Там не было всеобщего согласия. Тем не менее, там было много тех, кто осознал потребность смирения и сказавших, «Я приму любую помощь от Господа Бога». Призываю вас в это Рождество смириться перед вашим Господом Иеговой. Мы пришли на праздничное собрание, и сейчас я проповедую хору. Ребята, певцы, это и вам напоминание. Мы собрались праздновать Рождество и сконцентрироваться на Иисусе Христе. И я хочу это делать с вами. Несмотря на испытания, невзирая на препятствия и затруднения, несмотря на неудобства и дискомфорт сезона жизни, Господь продолжает освобождать нас, доверяя Ему. Поэтому мы отмечаем Рождество. Если бы Искупитель не родился, мы бы оставались в одиночестве и без помощи. Приход Освободителя Иисуса на землю — это приход Всевышнего ради нас. Отец попросил Сына Своего облачиться в людскую плоть, и ныне Сын восседает и Десную Всемогущего. Это человек Иисус Христос. Он заступник и первосвященник. Он берет наши молитвы и ходатайствует за нас перед Отцом. Уважаемая аудитория и телезрители, в канун дивного Божьего праздника Рождества я предлагаю вам отречься от разочарования, недовольства и размолвок и принять Иисуса Христа. Если вы не делали это осознанно, то сейчас самое время сделать это. Дорогие телезрители, пожалуйста, молитесь сейчас вместе со мною. Этого нет, Вестники? Вы же идете не по плану. Повторяйте молитву вслед за мною. Слова обладают силой. Итак, слова человека так же сильны, как и любые бактерии. Даже больше. Человек — духовное существо. Мы ограничены временем, но через молитву мы выйдем за рамки времени. Начиная с этого дня, ваш дух будет занимать главное место в вашей жизни. Друзья, послушайте меня внимательно. Вы научитесь использовать такие слова в молитве, чтобы духовная власть, данная вам Господом, стала частью вашей жизни. Не думайте, что Бог не услышит вас, или что молитва — это выражение слабости или признак неудачника. Молитва — это выбор сотрудничать с Богом. Он высвобождает свою силу ради вас. Она изменяет. Склоните голову и помолимся вместе. Всесильный Бог, я грешен. Спаси меня. Иисус из Назарета. Ты — Сын Бога. Прости меня. Бог, я прощаю всех обидчиков. Христос, стань моим Богом. Я буду служить Тебе от сердца, всем умом, душой и телом. Спасибо за прощение. Я очищен, искуплен, вызволен, свободен от власти дьявола. Иисус — мой Бог, мой Царь. Я — Твой Сын. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость. За то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу. Возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышлим вам новое издание Библии в красивом, черно-сером кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышлим вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоен благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона. Мы бы хотели пригласить вас на наше служение выходные дни. Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающие поклонения, удивительные встречи, и вместе будете изучать Слово Божие. Здесь есть что-то для всей семьи. Вы можете прийти в субботу в 5 вечера, или в воскресенье в 8 и 10 утра. Мы находимся прямо возле Ай-24, и нас легко найти. Вы можете зайти на наш сайт, чтобы найти нас. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады видеть вас. Хочу поблагодарить вас за партнерскую поддержку и щедрость, за то, что вы остаетесь с нами и возносите имя Иисуса в нашей стране и по всему миру. Вы совершили огромные перемены. Этот год близится к концу, возможно, вы хотите сделать пожертвование для нашего служения. Вместе мы меняем мир для Царства Божьего, и у нас большие планы на 20-й год. Друг нашего служения пожертвовал нам 250 тысяч долларов в виде гранта. То, что вы пожертвуете до конца года, будет удвоено благодаря такой щедрости. Это уникальная возможность. Бог двигается на этой земле, и Он призывает нас нести перемены. Спасибо, что вы со мной. Я верю, что Бог воздаст вам за вашу щедрость и ваши пожертвования. Нивы уже побелели. Хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим. Отец, благодарю тебя за каждого партнера, за каждого, кто поддерживает нас, за их щедрые дары. Молюсь, чтобы ты ответил не только на их молитвы, но и на их веру, чтобы имя Иисуса возносилось, а твое царство распространялось. Во имя Иисуса. Аминь. Вместе мы изменим этот мир. В знак нашей благодарности мы вышлем вам новое издание Библии в красивом, черно-сером, кожаном переплете с удобным шрифтом. Также мы вышлем вам план чтения Библии от пастора Алана Джексона на 20-й год. Помните, каждое ваше даяние будет удвоено благодаря щедрому пожертвованию друга этого служения. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш сайт. Спасибо вам за поддержку служения Алана Джексона.